Привет, друзья! Приветствую всех, кто зашел ко мне на канал. Сегодня вместе с вам приготовим невероятно вкусную постную толму. По-армянски называется пасут с толма. Ее заворачивают вот так крупненько. Это блюдо армянской кухни. Если вам интересно, давайте готовить. Оставайтесь со мной. Будем готовить вкусняшку. Вот продукты, которые нам понадобятся для нашей толмы. У нас толма постная и нам понадобится только крупы. Здесь нут, фасоль, чечевица, горох, палба. Это вот такая, похожая на пшеницу. И булгур. Нут и фасоль замочила вечером. Утром немного отварила. Они почти готовы. Вот такие. Фасоль тоже почти готова. А чечевицу, горох и палбу замочила. Приблизительно 4 часа они были в воде. Все хорошенько помыла и приготовила. Знаю, многие не добавляют горох, но я однажды попробовала в гостях. Мне понравилось. И я тоже добавляю горох. Получается вкусно. Для толмы нам понадобится, конечно, зелень. У меня здесь сушеный базилик, чабер. Немного петрушки, кинзы. Добавлю еще замороженное. Это мало. Много лука. Здесь почти 800 грамм уже почищенного лука. И обязательно заворачиваем в кислую капусту заквашенную. У меня здесь кислой капусты было мало. Я еще приготовила вот такой свежей капусты. Бросила в кипяток посоленную воду. И в таком виде приготовила. Все крупы я брала по стакану. У меня здесь 300 граммовый стакан. Только по лбу брала больше половины стакана. Каждая крупа обухла по-разному. Первым делом должны нарезать лук. Лук нарезаем мелкими кубиками. Костные толми. Чем больше лука, тем вкуснее. Лук будем обжаривать на растительном масле. Вот на такие кусочки нарезаю. Слишком мельчить только тоже не надо. Поставила сковороду на огонь. Добавляю масло. Приблизительно 200 грамм. У меня большая порция. Здесь масло не надо жалеть. Добавляю лук. Лук должны хорошенько поджарить. Чтобы получился золотистый. Пока поджаривается лук, мы перемешаем все крупы. Берем большую удобную миску и добавляем крупы. Здесь у нас лук, фасоль, чечевица, горох и полгур. Лук у нас поджарился. Стал таким прозрачным, золотистым. И на этот момент начинаем добавлять специи. Добавлю паприку. Два с половиной чайной ложки. Специи добавляйте. Те, которые предпочитаете. Добавлю чайную ложку острого перца. Добавлю чайную ложку кориандра. И полтора чайной ложки черного перца. Все перемешаем. Так специи хорошо раскрывают свой аромат. Добавляю сухие пряности. Здесь у меня базилик. Базилик сушила я сама. И чайную ложку. Скажу, что эта луна вкуснее, чем мясная. Скажу, что эта луна вкуснее, чем мясная. И добавляю лечо. Лечо измельчила на блендере. Чтобы кусочки перца не были заметны. Если у вас нету лечо, добавьте 2-3 столовые ложки томата. Буквально еще 2-3 минуты. И зажарка готова. Зажарка у нас приготовилась. Добавляю крупы. Добавляю соль. Добавляю 2 ложки. Потом, если надо будет, еще добавлю. Добавляю зелень. Так как свежей зелени у меня было мало, я добавлю замороженную. Добавлю немного петрушки. И кинзы. И всю эту красоту хорошенько перемешиваю. После того, как перемешаю, попробую на соль, чтобы было все в норме. Ребята, смотрите, уже аппетитно все выглядит. Добавлю буквально немного воды, чтобы легче было перемешивать. Попробовала на соль. Добавлю буквально чуть-чуть. И больше не буду добавлять. В процессе варки попробую. Если надо будет, добавлю воду. Все у нас готово. И начинаем заворачивать. Ставлю в сторонку. Берем кастрюлю, в котором будем готовить стол. На дно стелю капусту. На дно засвелаю такую капусту, в которой неудобно заворачивать. Некрасивую, да? Засвелаю в самый низ. Не нужно. Берем лист капусты. Такая толма готовится крупнее, чем обычная с мясом. На лист добавляем две столовые ложки начинки. И заворачиваем. Легко и просто. Такая толма должна получиться. Так как у меня половина квашеная, половина свежей капусты, я один слой положил квашеный и один слой свежий, чтобы при готовке вкусы перемешались. Обязательно надо очень плотно заворачивать, чтобы при кипении оно не раскрылось. Вот так. Если есть вот такие грубые части, надо удалить. Чтобы красиво было, да? Без заворачивания. Так. Такая красивая толма у нас получается. Первый слой я завернула. Смотрите. Надо вот все так плотно положить, чтобы при кипении оно не раскрылось. Эти части. так как лист у нас большой, добавлю много начинки. И плотно все заворачиваю. слишком большие листья разрезаем на две части. вот так. Ребята, как вам нравятся, так и заворачивайте. Но только немного большие. Как голубцы, да? второй слой тоже уложил. И так до конца. Ребята, всю толму завернула. У меня на такую кастрюлю пошла вся начинка. Кастрюля у меня 10-литровая. На толму ставим груз большое блюдо. Потому что она при кипении поднимается, чтобы не разваливалась. Готовим соус для нашей толмы. В стакан добавляю томатную пасту. Приблизительно полтора ложки. в моем случае почти две ложки. Она очень плотная такая. Добавляю воду немного. Домешаю. Потом добавлю. Добавлю чуть-чуть соли. Добавлю приблизительно 30-50 миллиграмм растительного масла на глаз. И дали водой. Вот этот соус добавим к нашей толмы. вода должна дойти до верхних слоев. Добавлю еще немного. вода. Смотрите, она дошла до крови. Доводим толму до кипения. После кипения делаем огонь умеренный. И она должна еле-еле кипеть. Будем варить полтора часа. Ребята, 45 минут прошло, как наша толма кипит. Вот она должна кипеть очень и очень медленно. На этот момент пробуем на соль. Мне понадобилось немного соли. вот так с краев добавляю воду. Она перемешается. Еще варим 45 минут. Ребята, наша толма приготовилась. Она готовилась ровно полтора часа. Я убрала блюдо, которое было сверху. Оставляем остыть. Она впитает весь сок бульон, который остался снизу. Некоторые кушают теплый. Мы любим холодное. Остынет. Покажу, что у нас получилось. Ребята, наша постная толма уже остыла. Она чуть теплая. Вот такая красота у нас получается. Повторюсь, что это очень вкусно. Если не пробовали готовить, обязательно попробуйте как-то. Я уверена, вам понравится. Повторюсь, ее готовят крупно. Заворачивают крупно. Вот такая получается. Такая Смотрите, какая красота. Все крупы видны. вкусно. Попробую для вас. Я уже пробовала. Получилось очень вкусно. Очень люблю. Ребята, повторюсь, приготовьте, я уверена, вам понравится. Это вкусно. Если даже будет отсутствовать одно из круп, главное, чтобы был былгур, он скрепляет. Если не будет кислой капусты, просто в воду добавьте немного лимонной кислоты. Он придаст кислинку. При приготовлении в слоя добавляют сухофрукты. Я сегодня не добавила. Просто решила приготовить без них. Каждый раз получается вкусно по-своему. Вот такой рецепт из армянской кухни я сегодня вам представила. Надеюсь, вам понравится и вы тоже приготовите для своих родных. Если вам понравилось, поставьте пожалуйста лайк. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой инстаграм. Всем желаю крепкого здоровья. Будьте счастливы. И всем пока-пока.